Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру, мы продолжаем сейчас говорить об откровении Анна Богослова и перейдем к пятой главе, которая, впрочем, от четвертой, если бы не крайне позднее возникшее разделение на главы, совсем не отделена, потому что в пятой главе продолжается то видение мира, та картина, то явление, откровение, которое Бог дает Иоанну и которое начинается в начале четвертой главы. В четвертой главе Иоанн говорил о том, что в литургии, в нашем общем поклонении Богу, он видит присутствие небесных существ, он видит присутствие старцев, сидящих на престолах по числу колен израилевых, и видит присутствие самого Бога, сидящего на престоле посреди небесной славы, и начинает он этот свой рассказ с тех гимнов, которые воспевали Богу и в ветхозаветные времена, и в новозаветные времена христианские общины, которые были евангелисту Иоанну известны. И вот в пятой главе он продолжает рассказ свой и говорит о том, что на престоле сидящий Бог держит в своих руках, держит в своей правой руке книгу, написанную внутри и отвне. Некоторый текст, который содержит что-то, какое-то повествование или какой-то рассказ, или какое-то откровение, до некоторой степени это тоже неявные цитаты из ветхозаветных апокалиптиков, потому что и они видели свитки, книги в руках божьих. Иногда, как Езекиилю, этот свиток должно было съесть, и он был сладок в устах моих и горек в утробе моей. И в конце концов, к новозаветным временам, когда составляет евангелист Иоанн этот свой текст, было, в общем, уже сложившееся представление о том, что это книга, в которой есть рассказ о судьбах мира, о судьбах мира, о том, что происходит и будет происходить. И иной раз сами библейские тексты, ну, скажем, как поэма, написанная автором второй половины книги пророка Даниила, да, вот представлялись именно как своеобразная вот такая книга о грядущем. Книга о том, что будет происходить, как будет происходить. Ну, и кроме этого, еще заметим, несколько забегая вперед, что существовало также представление о книге, в которой записаны судьбы людей. Помните, как Господь Иисус однажды говорит апостолам, радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Это тоже неявная отсылка к этому несколько обиходному представлению. Итак, Иоанн видит, что в руке Божьей есть некоторый текст, книга, написанная внутри и отвне. Тоже заметим, что, хотя в те времена и существовали книги, где листы чаще пергамента были спложены в четверо, и поэтому они назывались греческим словом тетради. Но все-таки самым дешевым материалом для письма были папирусные свитки, на которых люди богатые, которые могли себе позволить купить пачку папируса в ближайшей лавке, писали с одной стороны, а люди победнее писали с двух сторон, изнутри и отвне, да, как мы сейчас часто печатаем на оборотках. И вот видите, это очень характерная деталь именно раннехристианских общин, которые были все как одна, бедные, как церковные мыши. И если уж у них был папирус, то писали на нем, конечно, с двух сторон, изнутри и отвне. Кроме этого, еще Иоанн говорит о том, что он видит эту книгу, запечатанную семью печатями. И желание его сердца, внутреннее его устремление, узнать, что же в этой книге написано, увидеть, что происходит и будет происходить. Настолько сильное это его желание, что он говорит, что он заплакал, когда понял, что нет никого на земле достойного раскрыть и читать сию книгу. Никому из людей не принадлежит. По праву, это возможность. Вообще говоря, здесь стоит на секунду тоже остановиться и обратить внимание на то, что все наши попытки истолковать, что там имеется в виду в этой книге, не просто прочитать рассказ Иоанна, а угадать хронологию грядущих событий, вообще говоря, наталкиваются на то, что нет никого достойного раскрыть и читать эту книгу среди всего человеческого рода. Но дальше, к счастью, евангелист Иоанн слышит, как один из старцев обращается к нему и говорит, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять всем ее печатей. Чрезвычайно важное для современного читателя именование Иисуса Христа – лев от колена Иудина. Мы, в общем, редко прибегаем к такому образу выражений, но все-таки это важная действительно вещь. Понимаете, евангелист, как я уже вначале говорил, был без сомнения достаточно образованным иудеем, существующим в иудейской религиозной культуре, как рыба в воде, поэтому для него это в каком-то смысле естественно. Но для многих его современников уже очень важно помнить о том, что Иисус – это не, как сказать, вообще некоторая своеобразная фигура или человек, пришедший неоткуда, обладающий некими сверхъестественными особенностями природы или способностями и так далее. Для автора апокалипсиса важно очень все время так или иначе держаться за эту преемственность между историей Ветхого Завета и тем, что происходит после воскресения Иисуса в Новом Завете. Отчасти только это диктуется особенностями жанра, но в не меньшей степени именно его внутренним образом мысли. Вот поэтому очень важно для него услышать и записать эти слова старца об Иисусе, как о льве от колена Иудина. Он не вообще просто так спустился с неба, как, прости Господи, Афродита из пены, или там возник где-то среди рептилоидов Альфа Центавры, или вообще вне всякой связи с историей и с конкретной жизнью. Лев от колена Иудина – образ, в каком-то смысле работающий в две стороны. В сторону Ветхого Завета, потому что в Иисусе действительно осуществляется та победа Бога, которую Он обещал своему народу. Та победа, в которой власть язычников и власть смерти уже не будут главными в их жизни. Как сам Иисус говорит, истина сделает вас свободными. Вот истина о любви Божьей в смерти и воскресении Иисуса действительно становится той победой, которая дает Его народу право именовать Иисуса львом от колена Иудина. Для нас же, христиан из других племен, важно не пропускать мимо ушей слова от колена Иудина, потому что во многом, если мы забываем, забываем об этой исторической почве, на которую приходит Господь Иисус, нам и Его самого, и Его учеников становится нередко очень трудно, а иногда и почти невозможно понять. Корень Давидов – тот царь, который был обещан как потомок Давида, как тот, кто восстановит скинию Давида в упадшую. Снова как в 4 главе, говоря о 4 главе, обратим внимание на подлинное богопочитание, потому что иудии, конечно, имели в виду под восстановлением скинии Давидовой падшей не только дом Давида как царя, но и подлинный диалог с Богом, прямой диалог и прямые отношения с Богом. Итак, Иоанн говорит о льве от колена Иудина, и он смотрит на него, поднимает глаза для того, чтобы увидеть того, кто победил, увидеть льва от колена Иудина. И я взглянул, говорит он, но видит он нечто совсем противоположное тому, что только что в предыдущей строчке написал. Видит он посреди престола и четырёх животных агнец как бы заклонный. И дальше ещё к характеристике этого агнеца он добавляет, имеющий там семь духов, семь очей, которые суть семь духов божьих. В данном случае это даже можно оставить за скобками. Агнец заклонный. Это, конечно, гораздо более понятное и знакомое для христиан слово об Господе Иисусе Христе. Ещё Иоанн Креститель говорил, вот агнец Божий, который берёт на себя грехи мира. Стало быть, речь идёт о жертвенном агнеце, о том, кто заклон за грехи мира, о том, в ком совершается искупление, о том, чья жертва, чья смерть становится победой Бога. Вот в этих нескольких строках весьма важно попытаться, по крайней мере, увидеть или почувствовать одну и ту же картину, за которой стоит важнейшая, труднейшая, если хотите, духовная задача людей, вообще и христиан в том числе. Как увидеть агнеца заклонного и льва от колена Иудина, который побеждает? Это один и тот же Иисус, о котором говорится и то, и другое, и то, и другое правда. Да, конечно, Бог парадоксален, и парадоксально всё, что он делает. Но сейчас для нас важно увидеть, что ни одна из этих двух попыток назвать Иисуса, рассказать о том, каким видит его на престоле Евангелистан, ни одна без другой не будут в должной мере полными. Потому что, да, конечно, Иисус лев от колена Иудина, через которого совершается победа Бога над человеческим грехом, над язычеством и страданием. Но эта победа, как сам Господь в словах, которые он обратил к автору первой половины книги Захарии, выражается, происходит не воинством и не силой, не воинством и не силой. Нам очень важно часто, когда хочется взять в руки дубинку и быть самыми-самыми, вспоминать об Агнце заклонном, потому что Сын Человеческий пришёл не погублять души, а спасать, чтобы отдать жизнь своё за искупление многих. В Евангелии об этом Господь Иисус не раз говорит. Вот Агнец заклонный, в котором, в чьей смерти, в чьей жертве, собственно, и совершается победа Бога. Та победа, которую люди чают, мечтают о ней, и которую чаще всего представляют по собственному образу и подобию, по собственным мыслям. Вот в апокалипсисе мы видим, как Иоанн пытается рассказать об этой победе не по-человечески, а с какой-то другой точки зрения. И вот он говорит, Агнец заклонный пришёл и взял книгу из руки сидящего на престоле. И дальше, в сущности, мы будем видеть, как эти два образа Бога, сидящего на престоле, и Агнеца заклонного льва от колена Иудина, двоятся, потому что в это время, естественно, ещё отнюдь не существует не только более или менее внятных богословских представлений о Христе, но даже и богословие Троицы ещё только-только начинает где-то в глубине отдельных умов формироваться. И поэтому, конечно же, в апокалипсисе мы видим, как Иоанн прибегает к традиционному для Ветхого Завета способу говорить о некоторой экзистенциальной сущностной связи, единстве Бога и Мессии, когда говорится то об одном, то о другом, и трудно различить, где, о ком идёт речь, при этом не впадая, естественно, в богословский дискурс, и невозможный под тем временам, и ненужный по задачам, которые стоят перед Иоанном. Обратим внимание на то, что дальше он рассказывает, что 24 старца и 4 животных пали перед Агнцем, имея чаши, полные фимиама. Обычно это тоже толкуется как ещё одна отсылка к богослужению Иерусалимского храма, где Бог сам присутствует незримым образом, потому что христиане в то время ещё почти наверняка, можно почти с уверенностью сказать, фимиама не употребляли в своём богослужении. И вот они поют Агнцу новую песню, говоря, достоин ты взять книгу и снять с неё печати. И снова вспомним, как и в разговоре о прошлой главе, достоин означает не столько то, что ты достаточно хорош для этого, или достаточно силён, чтобы эти крепкие печати сорвать, но это правильно, это ты должен делать достойно и правильно, чтобы было именно так. И то согласие на этот порядок вещей, которые мы выражаем славя Бога и поклоняясь Его жертве в Агнце закланном, вот это и ставит нас в подлинную жизненную позицию в этом мире перед Богом, действительно делает нас живыми в полноте. «Достоин ты взять книгу и снять с неё печати», — говорят старцы и животные, «потому что ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу, нас, бывших пленниками, упроданными греху и смерти», — так выражается в одной из своих молитв святитель Василий Великий. «Ты был заклан и своей жертвой тем, что это произошло, выкупил нас». В русской истории ещё до недавних времён, собственно, до покорения Крыма при императрице Екатерине, существовал такой обычай собирать деньги на выкуп невольников из турецкого плена. Ну, сначала монгольского, потом турецкого. Да, это называлось полонянишные деньги на выкуп тех, кто попал в полон. Нечто подобное существовало и в израильской истории, да, по-видимому, и в других древнеближневосточных культурах. Слово «искупление» в первую очередь подразумевает именно эту картину, именно этот образ тех, кто оказался в плену, тех, кто оказался в рабстве у собственной духовной немощи, у греха, у язычников, у каких-то трагических обстоятельств жизни. Не каждый из нас здесь может подставить нечто своё, если мы достаточно честны, чтобы признать это рабство. Как Павел выражается тоже в одном месте. Бедный я человек, что хочу, не делаю, что не хочу, делаю. Когда ты живёшь не собственными решениями и нравственной ответственностью, а силой каких-то внешних обстоятельств. Вот искупление, выкуп означает в первую очередь новую свободу, которую через загланного агнца Бог даёт людям. Новую свободу, значит, это в первую очередь возможность снова вступить в диалог с Богом. Снова потому, что грех, вообще говоря, делает этот диалог, если не вовсе невозможным, то, по крайней мере, чрезвычайно затруднительным, но, скорее всего, всё же почти невозможным. И, кроме этого, ещё в этом гимне дальше говорится «ты искупил нас из всякого колена и языка, и народа, и племени», что само по себе тоже чрезвычайно важная для христиан первого века идея. Впоследствии надо с некоторым стыдом признаться, мы не очень были уж так особенно ей привержены. Но тогда, в эпоху перехода с иудео-христианской на язык, христианскую почву и распространения христианства по всему лицу земли, было чрезвычайно важно вот это отсутствие границ между людьми, то, что заклонный агнец и его жертвенная кровь, омывающая всех нас, искупающая всех нас, делает нас одинаково свободными перед Богом и одинаково достойными его любви. В большинстве религиозных систем древности, можно даже считать почти во всех, существовали достаточно серьёзные ограничения. Иудеи считали, что поклоняться Богу Израилеву могут только иудеи. Правда, они склонны были и считать, что если ты уж начал поклоняться Богу Израилеву, значит, стал иудеем по крови. Египтяне считали, что египетских богов можно почитать только в Египте. Римляне считали, что римских богов могут почитать только граждане города Рима. И так далее, и тому подобное. Надо сказать, что мы это наблюдаем и сегодня повсеместно, когда твои взаимоотношения с Богом считаются функцией твоей национальной или ещё какой-нибудь групповой принадлежности. Ну вот, в той небесной литургии, участником которой является автор апокалипсиса, мы видим свидетельство и благодарность Богу за то, что он собирает свой народ из всякого колена и племени, и языка, и народа. Вообще говоря, это серьёзная и очень важная вещь. И дальше старцы говорят, «Ты соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Из этих и некоторых других выражений апокалипсиса нередко христиане стараются вывести разные, достаточно своеобразные представления о том, как именно мы будем царями, в смысле всеми будем командовать. Но выражение «цари и священники» – это тоже цитата, это тоже отсылка к Ветхому Завету, скорее всего, к книге Бытия и к образу Мелхиседека, которого встретил на своём пути Авраам. Мелхиседека, который царь и священник Богу Всевышнему в мире, в котором никто не чтит Бога Всевышнего, быть в этих обстоятельствах царём и священником по чину Мелхиседекову означает, конечно, чтить Бога Израилева, чтить единого Бога и жить по его правде, а царство в данном случае означает, в первую очередь, скорее всего, некоторое человеческое достоинство и нерабское состояние, неподвластность. И когда 24 старца славят Агнца Заклонного за то, что он соделал нас царями и священниками, дело не в том, что мы будем командовать и совершать какие-то крибли-крабли-бумбс, ритуальные действия, а в том, что ты сделал нас теми, кто посреди этого, в общем, довольно безумного, по совести сказать, мира, верен в себе, властен над собой, и эту свою свободу нравственную, и всяческую посвящает на служение единому Богу и его правде. Вот что, собственно, означают эти слова. И сегодня мы по некоторым достаточно своеобразным историческим причинам не цитируем это высказывание в литургии, но, тем не менее, оно в ней, конечно, некоторым имплицитным образом подразумевается. Заканчивает эту главу Иоанн рассказом о том, что не только старцы, но и многие ангелы вокруг престолов, десятки тысяч и тысячи тысяч ангелов, говорят громким голосом, «Достоин огнец закланный принять силу, богатство, премудрость, крепость, честь и слава и благословение». Это характерный и приемлемый для тех времен и, в общем, для христианской культуры того времени способ славить Бога. Сегодня надо очень-очень думать, трудиться над тем, чтобы понять смысл этих слов, чтобы мы тоже могли так обращаться к Богу. Как правило, знаете, современный человек, кроме «спасибо и ты, хороший», ничего из себя больше выдавить не может, даже когда его сердце искренне расположено к тому, чтобы славить Бога. Ну, в каком-то смысле священное писание, апокалипсис в том числе, да, могут быть для нас такой школой молитвы. Вот как много разного и силу, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение видят ангелы в Агнце закланном, который есть лев от колена Иудзина и побеждает. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, все, что в них слышал, я говорила, сидящему на престоле и Агнцу, вот то смешение одного и другого, «Благословение, честь, слава и держава во веки веков». Обратим внимание также на то, что Иоанн говорит об этом благодарении, совершающемся не только на небе, но и на земле. И это еще одна чрезвычайно важная для понимания откровения такая модельная картина. Иоанн видит небесную литургию, в которой все мы своей волей и своей крепостью и верностью соединяемся с Богом через Агнца Закландова. И это теперь в результате его жертвы, в результате победы, которую снискал лев от колена Иудзина, теперь происходит и на земле тоже. Вот ключевая идея. Церковь, пусть это крохотная, в десять человек, христианская община очень и очень немощная и подвергающаяся все время страшным опасностям извне, тем не менее, эта церковь – присутствие Агнца в полноте. И значит, то та победа, которая, само собой, разумеется на небе, теперь в результате того, что Агнец собрал нас из всех племен и народов, и языков, и колен, теперь происходит и присутствует в пространстве земной истории. Все дальнейшие катаклизмы, бедствия, ужасы, трансформации, и все то, о чем дальше будет писать Евангелист Иоанн, все это результат встречи Агнца, пришедшего на престол в своих общинах, и мира, лежащего во зле. То есть встречи, о которой еще Ветхий Завет говорил, невозможно грешному человеку увидеть Бога и не умереть. То есть встречи, которые отчасти могут быть подобны столкновению вещества и антивещества. И, собственно говоря, видение небесной литургии, поклонение четырех животных и двадцать четырех старцев именно для автора апокалипсиса описывает суть происходящего. Это теперь не только на небе среди таинственных и изумительных животных, но это и на земле, там, где двадцать четыре старца, там, где мы собраны из всех колен и племен, и там, где всякое создание на небе и на земле говорит сидящему на престоле Агнцу благословение и честь. Субтитры создавал DimaTorzok